В 1762 году на престол взошла русская императрица Екатерина II, которая, среди прочего, например, известна тем, что присоединила Новороссию и Крым. Для начала вообще предлагаю послушать справочный материал, чтобы было проще. Шел 1762 год. К власти пришла Екатерина II Алексеевна. Она заняла трон после свержения собственного мужа Петра III. Вот как она сама описала состояние страны к началу своего царствования. Финансы были истощены. Армия не получала жалования за три месяца. Торговля находилась в упадке. Духовенство было недовольно тем, что у него отняли земли. Правосудие продавалось с торгу. Правда, историки утверждают, что все было не так уж и плохо, как в своих мемуарах писала Екатерина II. А многие проблемы спровоцировала именно она. Тем не менее, императрица определила для себя следующие задачи. Просвещать нацию, которой должна управлять. Ввести добрый порядок в государстве. Заставить общество соблюдать законы. Учредить хорошую и точную полицию. Сделать государство изобильным. И, наконец, сделать государство грозным и внушающим уважение соседям. Одним из ключевых моментов царствования Екатерины II стала административная губернская реформа. Она определила территориальное устройство страны вплоть до 1917 года. Было образовано 29 новых губерний и заложено более 140 городов. При императрице территория России существенно увеличилась за счет присоединения плодородных земель на юге и западе. Страной Екатерина II правила 34 года. Итак, о расширении территорий при правлении Екатерины II мы сейчас, конечно, подробно поговорим. Но любопытный момент. Сначала надо уточнить. Ведь она пришла к власти после свержения Петра III. Он же, он ее законный супруг. А звали его Карл Петр Ульрих, герцог Гольштейн Готторпский. Как же его занесло в Россию вообще? Ну, он был внуком Петра I, сыном дочери Петра I Анны. Воспитывался в немецкой семье, север Германии. Это же Лезвик Гольштейн. Воспитывался в немецком духе. И в 14 лет переехал в Россию как наследник престола. Потому что когда его мать Анна выходила замуж за герцога германского, Петр I еще был при Петре I, с них было взято обещание. В мрачном договоре было записано, что оба они не будут претендовать на престол, но дети, если родятся, то дети могут быть русскими императорами. Ну и вот так получилось с Петром III. В нем была половина русской крови, половина романовской крови, четвертушка уже получается. И в общем это был, я бы так сказал, последний царь русский из Романовых. Вот чем интересно восхождение на престол Екатерины II, что с этого момента начинается полностью немецкая династия. Русской кровь еще оставалась, но с каждым разом все было меньше, меньше, меньше. Вот если в Петре III была 1,4, то значит в Павле I в его сыне была уже 1,8, ну и так далее. До начала 20 века, до наследника Алексея, сына Николая II, эта доля сократилась уже до менее чем 1%. И вот часто это и скользает из внимания, конечно. И здесь важный момент, что он, что его жена Екатерина II воспитывались до 14 лет в Германии, воспитывались в протестантском духе. Да, когда они переехали в Россию, их заставили принять православие, но они сами не сопротивлялись, в общем такая была традиция и практика. Но в целом они принесли в Россию немецкий, я бы так сказал, даже прусский дух. Не просто немецкий, а прусский дух. Все различают просто Германию и Пруссию, такое военизированное балтийское образование, которое со своим, ну таким главным идеалом видело порядок. И вот все правление Екатерины II, это попытка сделать в России порядок. Порядок тем или иным способом. Часто разочаровывалась в этих способах. Когда-то давала послабление, когда-то была заморозка, то есть все ее 34 года царствования можно представить в такими несколько периодов, когда, что называется, была какая-то оттепель. Это первые годы, ее там 4-5 лет после того, как она взошла на престол, когда она пыталась ввести не просто европейские правила, порядок, а пыталась, ну какие-то основы, я бы сказал, демократизма ввести. Хотя бы не для крестьян, а для некрепостных сословий. И, конечно же, это заморозка после восстания Пугачева 1774 года, когда можно было уже говорить о деспотии. Вот такие вот периоды. О Пугачеве, кстати, еще поговорим, конечно. Но сейчас хотелось бы сосредоточиться на том, что при императрице территория России существенно увеличилась за счет присоединения земель на юге и на западе. С чего это началось? Это началось с того, что действительно вначале было сказано, что финансы были расстроены. Это так. Дефицит бюджета был около 10%. Казна была опустошена предыдущими правителями, их фаворитами, типа Берона, военными приготовлениями. А самое главное, застойом в экономике. Вот что нужно признать Виктерине II, это ее действительно сосредоточенность на экономике. Она понимала, что без экономики, на одной мобилизационной экономике, как это было при Петре I, там при Елизавете, Анне Ивановне, когда военные расходы составляли 70% бюджета, а все остальное это финансировалось по остаточному принципу. При Екатерине действительно бюджет вырос почти в 5 раз. Вот когда она пришла к власти, бюджет годовой российский составлял 12 миллионов рублей, а когда умерла, эта сумма была почти 60 миллионов рублей в 5 раз. Соответственно, выросли расходы, хотя и на армию, и на флот, но оставалось и на другие важные вещи. Важные вещи, это, конечно же, образование городов. 144 города при Екатерине появилось. Другое дело, что формально число горожан выросло совсем незначительно, с 4 до 7%. Но этим она заложила в первую очередь новыми городами ту самую Южную Россию. Вот о территориальных завоеваниях, когда мы говорим. Ведь она сделала цепочку городов по всему Черноморью. От Одессы, Херсона и до Азова, Севастополя. Причем, что интересно, Севастополь проектировали даже английские инженеры, инженер Бентам. И вот спустя чуть менее 100 лет англичане штурмовали в Крымской войне укрепления, которые сделали их соотечественники. Этим заложила мощь. Этим заложила мощь России. Экономика России стала перемещаться из старых центров промышленности и торговли. Это, в первую очередь, Петербург, Москва и Урал стала перемещаться в Причерноморье. Заложила основы Азовско-Донецкого бассейна. Заложила основы торгового города Одессы и Ростова, и далее Кубани. Вот это, конечно, Екатерине нужно дать должное. Ну вот ты сказал, что бюджет увеличился за время ее правления в 5 раз, правильно? Да. Но правило-то она 34 года. За 34 года, может, увеличение в 5 раз, оно не такое большое? Это да. Это да. Но, с другой стороны, если смотреть на бюджеты и на развитие экономики того времени других стран, вот сейчас скажу просто цифру, даже лидер того мира, Англия, средний рост составлял экономике 1% в год. Вот рост Европы шел в основном за счет колониальных завоеваний. Это в прямом смысле слова, как испанцы приезжали в Латинскую Америку и выкачивали оттуда серебро. Или как англичане выкачивали из Индии. У России таких колоний, если были формально колонии, это Сибирь, Урал, но это была такая ужасная транспортная доступность, что эти колонии уносили больше денег, чем приносили дохода. И нацеленность Екатерины была именно на торговлю, именно на развитие зернового хозяйства и на развитие металлургии. Это был краткий период, вообще вот ее время правления, когда Россия продавала, ну, по тому времени, вот по тому времени, по второй половине 18 века промышленные товары. Главным экспортным товаром был чугун и сталь в России и железные изделия. И только потом мы вот скатились до сырьевой державы. Может быть, успеешь коротко сказать, не так много времени до конца первой части осталось. С кем мы спорили за Крым? За Крым мы спорили с Турцией. Это была большая игра, вот здесь надо чуть больше времени посвятить, большая европейская игра. Это был спор не только за Причерноморье, это спор был за Балканы и за будущее Османской империи. Я предлагаю продолжить разговор про Крым. Вот ты сказал о том, что спор, скажем так, за Крым, он был с Турцией. Но я подозреваю, что все-таки европейские страны на все на это дело глядели косо. И вот вопрос возникает, а зачем Екатерином Второй понадобилось вообще ввязываться в какую бы то ни было войну, пусть даже из-за стратегический объект, такой как Крым, с учетом того, что бюджет-то был вообще невелик. Вот ты сказал, что за, считай сколько, за 34 года бюджет России вырос всего в 5 раз, что, в общем-то, и так немного. А, соответственно, к тому моменту, когда она начала спорить за Крым, прошло где-то примерно 17 лет с вот ее управления. Правильно ведь? Ну, то есть где-то в 2,5 раз вырос бюджет. Но это же немного. Зачем война нужна? Первое, это экономика. Это действительно нужно было идти в Причерноморские степи для того, чтобы развивать зерновое хозяйство, потому что основным активом была земля. Нужно было наделять и помещиков этой землей, и, соответственно, увеличивать доходы за счет экспорта зерна. А второе, это, конечно, романтическая мечта Екатерины Второй. Мечта о завоевании Константинополя. Ведь даже своего внука, от сына Павла I, она назвала Константином. Это вот в 70-е годы начинается ее активная переписка с французскими философами Дидро, Руссо, Монтескьо. В это же время в Европе начинается увлечение Древней Грецией, Древнегреческой философией, время романтизма. И Екатерина считает, что Россия обязана освободить Константинополь, водрузить крест над Святой Софией. Вот именно тогда родилось это стремление России к проливам, который будет давлеть над ней еще следующие 150 лет. Да, по-моему, даже и сегодня эта мечта еще у многих не окончена. Это время романтизма. Ей приходилось спорить в первую очередь с европейскими державами, потому что ослабление Турции означало значительное усиление России. Расклады в Европе тогда в это время были примерно такими. Конечно же, державой номер один была Англия. По отдельности она была сильнее Франции, Нидерландов и Испании, и России, четырех стран. И главная идея Англии была не дать объединиться хотя бы трем странам из четырех против Англии. И была завязана тонкая игра с Россией для того, чтобы Россия была союзником, чтобы вычленить ее вот из этой коалиции. Своего рода Англия давала приз России для того, чтобы Россия могла усилиться для того, чтобы поддержать Англию. Но протестовала против этих усилений России сухопутная держава, которая в этих расчетах, о которой я говорил, не входила. Австро-Венгрия. У Австро-Венгрии не было флота, она не была колониальной державой, но она претендовала на османское наследство. Поэтому Екатерине приходилось спорить с Австро-Венгрией. Начиналась тонкая хитрая игра вот этих вот пяти держав. Англичане помогли нашей эскадре против войны с Османской империей. Были стоянки в Гибралтаре, в Мальте. Но интерес Англии был в том, чтобы разбить турок наполовину. Сделать турок слабей, дать России приз в виде Причерноморья и типа хватит. Потому что если мы берем проливы, мы усиливаемся. Не дай бог мы берем в союзники, например, Францию или Нидерланды. И тогда в совокупности этот союз государств становится сильнее Англии. Начинает претендовать на мировое господство. Маленький штрих, вот скажу, об этом тоже мало говорят. У Екатерины с Англией завязались тесные отношения еще в девичестве. Еще когда она не была императрицей. Она за большие деньги, ну по тем временам большие деньги, там в год ей платили 40-50 тысяч рублей, поставляла конфиденциальную информацию английскому послу о том, что происходит в России. А переворот, когда она убила Петра Третьего, переворот был совершен на английские деньги. Английский посол дал 100 тысяч рублей Екатерине и ее окружению, для того, чтобы сместить Петра Третьего, который становился опасен для Англии своим союзом с Пруссией и возможным союзом со Швецией. Вот это вот такая тонкая игра была. То есть здесь было ее стремление в Крым и в Причерноморье, но экономика соединялась вот с таким романтизмом и с тонкой дипломатической игрой. То есть три таких фактора сходились. Еще раз рекомендую книги из серии «Правители России» на сайте shop.kp.ru и фирменных магазинах «Комсомольская правда» про Екатерину Вторую Алексеевну. Обязательно купите, это очень интересно. Так, теперь предлагаю послушать второй справочный материал, после этого обсудим. Несмотря на бурное развитие экономики и торговли, промышленность и сельское хозяйство страны оставалось патриархальным. Указом 1775 года фабрики и заводы были признаны собственностью, распоряжаться которой можно без особого дозволения начальства. Чтобы не провоцировать инфляцию, императрица запретила свободный обмен медных денег на серебряные. Одновременно появились новые кредитные учреждения – государственный банк и судная касса. Среди банковских операций появился прием вкладов на хранение. Наконец, впервые был налажен выпуск ассигнаций – бумажных денег. Государство стало контролировать цены на соль. Поначалу пуд соли подешевел и стоил 30 копеек, а в регионах, где массово солили рыбу, всего 10 копеек. Но вскоре соль снова подорожала. Через несколько лет после воцарения Екатерины Второй на троне, роль России в мировой экономике существенно выросла. Увеличился экспорт чугуна, железа, леса и хлеба. Российские торговые суда стали ходить в страны Средиземноморья. В то же время в два раза возросло и количество зарубежных кораблей, которые посещали российские порты. Так это все интересно и красиво звучит. А почему экономика тогда медленно росла при Екатерине Второй? Росла медленно в 18 веке она у всех. До промышленной революции, которая свершилась в Англии в конце 18 века, когда появился паровой двигатель, когда колониальная экономика стала частью глобальной экономики. Вот мы впервые увидели такой глобализм по-настоящему, когда торговля шла со всеми частями света. Вот тогда начался настоящий, что называется, рост экономики. А до этого была так называемая ловушка Мальтуса, когда считалось, что вот есть некая неизменная сумма национального продукта, и с увеличением населения этот продукт приходится делить на большее количество людей. Вот такая идея была. И все страны были заняты тем, в Европе, куда-то сбагрить лишнее население. Вот извиняюсь за такие простые слова, вот по-другому не объяснить. Англия выкидывала лишнее население в колонии, Франция, Испания, Германия, которая выкидывала и в чужие колонии, в Новый Свет, и в Россию. Именно при Екатерине началось массовое переселение немцев, чехов, австрийцев. Если мы говорим про Черноморье, то массовое переселение сербов, болгар, которые до сих пор там живут, и в значительных колониях остаются греков. То есть все страны пытались избавиться от избыточного населения. Считали, что чем больше людей, тем меньше пирога этого достанется. Это было общее правило. Поэтому шла территориальная экспансия. И Екатерина действовала в том же ключе. Она понимала, что население увеличивается. Население за время правления Екатерина увеличилось с 24 до 38 миллионов человек. Этих людей надо было где-то размещать. Вот получили мы при Черноморье, получили колонизацию, новую колонизацию Сибири, получили колонизацию Урала дальнейшего, вплоть до Дальнего Востока. Ну, коротко тогда скажи, а с чего вдруг вспыхнуло восстание Пугачева? Почему люди жестоко голодали тогда, несмотря на все достижения? В восстании Пугачева основной элемент был казаки, которым не нравилось лишение их привилегий старых, лишение свобод. И к этому восстанию присоединились крепостные крестьяне. Потому что при Екатерине крепостной гнет только усилился. Усиление крепостного гнета стало одним из главных итогов правления Екатерина II.